Добрый день, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Аквилон.Про. Сегодня мы расскажем вам о том, как можно отопить по-настоящему энергоэффективный дом с помощью простых средств, дешевых, доступных. И смотрите, как мы это сделаем. У нас сейчас в процессе строительства второй этаж энергоэффективного дома. Дом на две семьи, то есть один этаж у нас отделен от второго и имеет свой собственный вход. Мы сейчас находимся здесь. Площадь этажа 60 квадратных метров. Есть у нас тепловизор, который мы можем смотреть, насколько изменяется температура. Это мы будем фиксировать. Ну и посмотрим, что получится. Дом состоит у нас из зоны кухни и прихожей совмещенной. Двух комнат. Санузла. И кабинета. Вход на второй этаж по лестнице. Как мы видим, в качестве входной сейчас временно установлена межкомнатная дверь. Это является большим источником холода. Будем в ближайшем будущем ее менять. Но вопрос в том, удастся ли нам отопить это пространство с помощью небольшого воздушного обогревателя. Вот такой агрегат у нас есть. Это так называемая климатическая станция, в которой есть возможность увлажнения воздуха. И стоит нагреватель. На один или два киловатта. То есть больше двух киловатт у нас нету в принципе. Кому интересно, вот модель этого хозяйства. Мы ее подключим с помощью такого самодельного переходничка к системе воздуховодов. Там у нас расположен воздушный фильтр. И воздуховоды выходят в комнатах. Это сделано для подачи свежего воздуха. То есть в дальнейшем там будет рекуператор с вентиляционной установкой. Но, как временное решение, мы используем эту систему для обогрева. В перспективе здесь будут теплые полы. Давайте запустим систему, ее подключим и посмотрим, чего у нас получится. Сейчас в доме у нас 70 до 12 градусов. На улице солнечно. Температура на улице минус 8 градусов. Подключим наш вент-агрегат к системе воздуховодов и запустим его. Герметизируем все с помощью алюминиевой ленты для вентиляции клипы. И грязь. И грязь. И грязь. И грязь. И грязь. Вот так вот герметично зафиксировали присоединение. Дальше к нему уголок, кусок алюминиевой трубы и это все дело воздуховод. Все подключили, заняло это ровно еще там 10 минут. Так мы получим простейшую систему электрического воздушного отопления. Сразу поставим фильтр. Чтобы не затягивать из помещений пыль строительную. И она не оседала в воздуховодах. Запускаем нашу установку. Смотрим, обогрев работает у нас на 1 киловатт. Ждем 15 минут, смотрим что получится. Контрольное время запуска системы 1 час 15. Посмотрим, что нам покажет тепловизор. Систему только запустили. Еще ничего особо не прогрелось. В верхней части воздуховода есть 23 градуса. Сам воздуховод еще не прогрелся. И не виден тепловизор. В кухне появилось пятно красное. Это у нас как раз выход теплого воздуха из воздуховода. Пока температура в воздуховоде 16 градусов. Все холодное. Пока прогреется. Подождем еще 15 минут. И посмотрим. 15 минут прошло. Посмотрим в тепловизор, чего у нас изменилось. Воздуховод прогрелся. Из него температура уже 23 градуса. Воздуховод в кабинете дает нам 20 градусов. 21. Наша установка, которая забирает воздух снизу. 11 градусов. Дальше уже подает 25. В этом воздуховоде у нас подача 27 градусов. В дальнем 23,7 градуса. Температура на стене 12,6 градусов. Порядка 12. Подождем пару часов. И посмотрим, что получилось. Прошло еще два часа. Посмотрим, как изменилась ситуация в комнатах. Температура на ближайшей стене 13,3 градуса. На потолке у нас 15 градусов. Пол прогрелся до 13. Ну, такая ситуация по остальным комнатам. Кухня 12,9. 12,8, 12,6. За счет того, что у нас тут есть источник холода. Отсутствие тамбура вносит свой отрицательный вклад в температуру. В дальнейшем там будет веранда утепленная. Поэтому эта проблема у нас исчезнет. Температура подачи воздуха из воздуховода 26. Это говорит о том, что мы успешно компенсируем текущие теплопотери. Но повысить температуру в помещениях не можем. Поэтому поднимем мощность обогревателя от двух киловатт. И посмотрим, как изменится ситуация еще через два часа. Время 8 часов вечера. Прошло еще два часа. Посмотрим температуру. Температура на стене у нас 16 градусов. Оставляем включенным обогреватель на ночь. Утром посмотрим. Через воздуховоду у нас температура 42 градуса. Посмотрим, как дом прогреется за ночь. И сделаем потом выводы. Время 8 утра. Посмотрим, что изменилось с температурой в нашем помещении. Уже жилая температура 19,3 градуса на стене. 20 градусов в этой комнате. 19 градусов в ванной. 19 градусов в кухне. 18 градусов в кабинете. Это самая дальняя точка от подачи. Поэтому здесь уже воздух холоднее. И прогревается эта комната дольше. В ходе этого эксперимента нам удалось успешно компенсировать теплопотери с помощью 1 кВт тепла. И довести температуру в помещении до жилых норм с помощью 2 кВт тепла. Что говорит о достаточной энергоэффективности этого дома. И минимальных затратах на отопление и охлаждение в течение года. Для того, чтобы добиться таких результатов по энергоэффективности. Дом должен быть правильно спроектирован, хорошо утеплен и тщательно построен. Данный дом является каркасным. Толщина стен 350 мм эффективного утеплителя. Утепление перекрытия второго этажа 450 мм. Утепление пола первого этажа 200 мм. О чем я хочу сказать этим видео. О том, что строя или проектируя свой энергоэффективный дом, недостаточно выбирать правильные тепловые насосы, гелевые системы, солнечные электростанции. А нужно просчитывать оптимальную толщину утепления здания. Его ориентацию. Не важно чем вы его будете отапливать. Это может быть электро обогреватель. Или небольшая печка. Или газовый котел. Или тепловой насос. Почему тепловые насосы. Это хорошо. Мы вам расскажем в других видео. А сейчас попробуем сравнить затраты. На строительство действительно энергоэффективного дома. Или использование энергоэффективного оборудования. Такого как тепловой насос. Для традиционного дома площадью 100 квадратных метров. По тепловому расчету. Обычно нужен тепловой насос. Мощностью 10 кВт. Стоимость такого оборудования. Около 10 тысяч долларов. Давайте подумаем. А что если взять эти деньги. И дополнительно утеплить дом. Какой толщиной нужно утеплять дом. Это должен показать тепловой расчет. В котором будет видно. Какая толщина утеплителя. Является чрезмерной. И не оправдывает затраты. Но по нашему опыту скажем. Что дом может быть энергоэффективным. И действительно снижает затраты на отопление. Значительно. При толщинах утепления стен. 200 мм. Утепление перекрытия второго этажа. 400 мм. Утепление пола первого этажа. 200 мм. Многие считают такие толщины чрезмерными. Но давайте прикинем. Так ли это. Дом площадью 100 квадратных метров. Имеет площадь ограждающей конструкции. Приблизительно 250 м2. На такую площадь. Утепление требуется нам 50 кубических метров. Утеплителя. И дополнительной работы на его монтаж. Стоимость дополнительных работ и утепления. Около 50 долларов за метр кубический. Дополнительное утепление. Толщиной 200 мм. По всему дому. Будет нам стоить 2500 долларов. Что это нам даст. Это нам даст возможность. Уменьшить. Расходы на отопление. В 4 раза. И соответственно снизить. Необходимую мощность теплового насоса. До 3 кВт. Стоит такой тепловой насос. Уже не 10000 долларов. А 4. Плюс добавим сюда затраты на утепление. Итого получим. Общие затраты 6500 долларов. Мы уже сэкономили. 3500. Только на том. Что дополнительно утеплили дом. Если сюда добавить. Правильное расположение дома. Оптимизированные размеры окон. То. Эта экономия будет еще больше. И сейчас мы еще не учли. Что. Затраты на отопление и охлаждение. Это у нас. Ежеводные затраты. И. Уменьшаться они не будут. А будут только увеличиваться. Поэтому. Уменьшая. Теплопотери дома. Вы экономите. В долгосрочной перспективе. Как спроектировать по-настоящему энергоэффективный дом. Вы можете почитать у нас на сайте. У нас много информации. Также по проектированию пассивных домов. В следующих видео мы будем. Раскрывать больше темы. По строительству энергоэффективных домов. Просто по строительству. И так далее. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.